Спасибо вам, что вы не пожалели потратить целый вечер на то, чтобы слушать руслоязыч. Надеюсь, Карина Караева, когда придет, она немножко сбалансирует интересы, но я расскажу о Сибири. Я родился в небольшом городе Нижегородского Руси, это город Иржинск. Учился в Нижегородском Дедошном училище, это довольно дезинопрофильное место, оттуда в основном выступали в Музуновской академии или в Риевинский министитут. Ну вот, Карина. Извините. Красиво принадлежит. Хочешь, может я здесь посижу? Нет, красавчик, начнем. После его училища я решил поступить в Сульковский институт, я даже сам уже не помню, почему он у нас в Сульковске, и случайно попал в мастерскую Павла Федоровича Николаева. Это и случайно? Случайно, да. Я не знал, даже не знал его работы. То есть это было неоспособно. То есть, ну, видел какие-то вещи, там, по истории искусств показывали, наши будние геологи, какие-то самые знаковые, но и все. Вот. Но на самом деле это было большой удачей, что я попал именно к Павлу Федорович Николаеву, потому что, во-первых, это была мастерская с большой историей и с традицией. До Павла Федоровича в мастерской преподавал и возглавлял Николай Иванович Андронов. И работа в мастерской строилась вокруг проблемы композиции, проблемы решения картинной плоскости, построения пространства. И все связаны с развитием идеи Фавруского, Вожейгина. То есть это была такая очень мощная и интересная традиция. Ее продолжал преподаватель, который остался после того, как ушел из жизни Николай Иванович Андронов, Шишков, Юрий Алексеевич, он как раз поддерживал эту линию устройства картинной плоскости. А Павел Федорович, это была какая-то совершенно другая история. Я даже не знаю, можно ли это назвать словом обучение. То есть это было что-то немножко другое. Мне кажется, это было не обучение. Это было заражение. Сам Павел Федорович рассказывал о том, что в 50-х, 60-х они со своими коллегами очень жестоко спорили об искусстве. Были какие-то вопросы, которые вызывали взаимное раздражение и доходило до драк. То есть вот это ошибное устройство, это неравнодушие, мне кажется, оно каким-то образом передавалось. Но сама система обучения, мне кажется, она содержала в себе много того, что направлено на развитие каждого индивидуально. То есть не сделать какое-то, ну что-то, привести к какому-то общему знаменателю всех, а наоборот развить каждому какие-то свои качества. И может быть, если у человека в тот момент, когда он обучался, что-то хорошо получалось, что-то складывалось, наоборот, это не приветствовалось, а Павел Федорович все время старался, может быть, вышибить почву из-под ног и попробовать направить по-другому, дать какое-то другое, может быть, задать вектор движения. Я помню одному моему сокурснику он сказал, подложи для себя динамит. Это было тоже очень знаково для преподавания в институте, в моем институте. Мне кажется, это помогло всем нам после того, как мы закончили учиться, помогло как-то всем определиться, тем, кто были студентами Павла Федоровича, найти свой какой-то путь. Хотя, конечно же, влияние он оказал очень сильное. Мне кажется, первые несколько лет после окончания института все были под очарованием, под влиянием Павла Федоровича Никнора. Вот он здесь присутствует, кто знает, кто будет преподаватель. Это был очень важный такой период в жизни. Наверное, стоит показать какие-то работы. Я сейчас сделаю презентацию. Там будет несколько вещей, которые мне показались важными. Это выступление для несколько работ из учебной программы для себя выделить, которые мне кажется интересны. Так, картинка плавно превращается в экран. Так. Сейчас. Окей. Продолжение следует... 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 Про руины. Само впечатление от заводов, которые мы увидели, оно было ощущением такого медленного умирания, превращения в природу. То есть то, что возникло как объект мудернизма, постепенно растворялось и превращалось во что-то исходное, в стихию, возникала световоздушная среда, возникал воздух. А человек, который строил сейчас совсем, либо не в мировой фильме. Вот это было такое, например, день и уровень, почти как Джованни Бараметин. Вот такой, например, пошел. Заводы постепенно отмирают, и та часть, которая умирает, разбирает металл, и остаются просто какие-то пустые места. А здесь какая-то зона, которая, ну еще, такая буферная, которая между жизнью и смертью. Вот еще какие-то работающие производства, прокат. Даже сами названия работа, они отсылают к какому-то состоянию. Например, прокат, день. Тут важен еще какой-то момент, древнецу. Дом, ночь. Дом – это вообще настоящий театр. То, что там происходит, когда плавится металл. Это такие циклы невероятные. Не знаю даже, как это описать. Настоящее химичное шоу. Пересмотрели за живое. Вот последняя вещь, которую я написал. В принципе, это была такая вот картина квадратная, написанная о коксовом угле, который засыпают для производства джигуна. Там есть персонажи внутри. Я их перерисовал из фотографии из местного музея. Он там трудится внутри этой стихии. А мне это вот последняя работа. Последняя – это была такая крупноформатная вещь, которая, ну, я там, наверное, размером с Рустианом, она была настолько большой, что было ощущение, что оказываешься внутри нее. Мне очень хотелось добиться этого состояния, погружения в картину, чтобы можно было рассматривать картину из нее самой, изнутри нее самой. Поэтому, может быть, и возник такой большой формат. Ну, когда я освоил технику написания таких больших форматов, это, в общем-то, стена моя мистерского размера, то я решил как бы подставить ветру паруса, ну, какому-то внутреннему ветру, то, что мне хотелось сделать, на какие-то образы, которые где-то положили мне внутри. Я их решил как-то так выразить в крупном формате. Ну, это, на самом деле, просто маршрутка в разрезе, которая едет через ночной город. Это тоже кадр из фильма. Опять же, с отсылкой к Гринуэю, у него там был такой фильм от Данте, где в лифте какие-то люди спускались или поднимались. Почему-то мне хотелось это сделать, в таком пустом поле. Я не знаю почему, то есть я позволял себе этого не объяснять, почему мне нужно это сделать именно так. То есть это было вызвано какой-то фунтурой необходимости. Не помню. Вот, кстати, с Гринем там тоже говорили. Ну, мы притягиваем флаг потомков. А, ну, хорошо. Ага. А что, поможешь говорить чуть громче? А, хорошо. Там слышно, да, все? Вот так. Ага. Ну, вот в 2009 году я съездил в Америку, и мне хотелось написать под впечатлением какую-то картину. как-то обобщить свой опыт, свои впечатления. Ну, я воспользовался тем материалом, который привез, какими-то фотографиями, какими-то зарисовками. Все это не соответствовало тому впечатлению, которое у меня где-то отложилось. Я решил, что, воспользуясь Google-картами, они тогда только появлялись, то есть вот эти бродилки были только по территории Соединенных Штатов. Я решил, буду ходить, пока не найду то место, которое как-то обобщило мои впечатления. И, наконец, нашел вот что-то очень похожее на то, что вот вы видите здесь на экране. это хайвей-работа, виртуальный пейзаж, пейзаж, внутри которого я никогда не был. Вот и «Хайвей-2» написал сразу 7 год. Вот таким образом я их показывал один раз. Это была самоирония правого художника, который ходит с этюдничком по таким хайвеям виртуальным. и пишет красные, большие, большие сноторы. Здесь как раз тот скриншот, который я нашел и использовал в работе. После этого я решил найти какую-то форму для пейзажа, в котором было только ощущение и все. Я был и оставил большим поклонником русской юристической школы. Мне очень нравится Саврасов, Васильев. И я решил, что было бы здорово познакомить внутри себя этого Саврасова с Марком Ротко. Результатом этого стали вот такие вещи, в которых они счастливо погружились. Вот потом этот мотив зимы и серого неба я буду как-то долго-долго эксплуатировать. Эксплуатирую до сих пор, мне кажется. Это какой-то знаковый для России, и для меня лично, для ощущения России, образ. Вот так это было выставлено. Это я делаю выставку в Третьяковке в рамках проекта, где можно было выставить почти все, что угодно. На ночь музеев. Я сделал такую выкрутку, затянул черной тканью, потолок сделал белый. И вот так показал. Вот. Это продолжение, можно сказать, этой серии, но не совсем. Я решил, что можно обратиться к тому пейзажу, который меня окружает, найти какую-то в нем конкретику. И нашел ее в свалке бытовых отходов, недалеко от моего дома. Это такая высокая гора, размером с 17-этажный дом, на который я не раз поднимался. И там такая большая свалка. Она до горизонта просто крается, недалеко от Москвы. Ну вот она здесь такая, занесенная снегом. Но я подумал, что это, может быть, вот таким жанром Иванитас, просто подумать о бредности всего сущего. Тем более, что когда заканчивалась эта свалка, там начиналось большое кладбище. Это было как бы одной такой большой территорией, где сложены вещи и дальше сложены люди. То есть я подумал, что это, как бы, хорошее место для того, чтобы подумать о своей бредности. Вот. В 2011 году я стал вот таким образом фантазировать. Появилась серия глаустрофобии. А фантазия заключалась в том, что, чтобы представить в тесном пространстве, в тесном пространстве, например, ситуации московского метро, какого-то транспорта, представить расширенное поле, где-то внутри. То есть вместо потолка представить, например, вечерейщее небо. Какой-то пейзаж. Или взять вот так и удалить людей, которые сидят рядом. Или просто обратить внимание на пейзаж за окном. Ну, там же возникли портреты в этой серии. Портреты неизвестных. Вот. Тут важно тоже, что взгляд, взгляд, он необязательно направлен в лицо этому человеку. Он может быть или куда-то вниз, опущен или как-то в сторону. То есть сама манипуляция со взглядом все еще важна. Ну и вот, например, здесь я вижу их как будто бы через какое-то стекло. здесь я рассматриваю какие-то отражения за человеком. Там австрактная картина. Или здесь я добавляю какое-то пространство перед этой фигурой, которая захватывает картинную плоскость. Ну вот была бы идеальная выставка, наверное, в самом Вагоне Петров. Я подумал, что было бы лучше всего показать это там. В 2012 году, может быть, это будет продолжением этой серии «Клаустрофобия», появляется работа, которая связана с рефлексией на тему движения в современном городском пространстве и свете, и характерическому свете, который структурирует это движение. Может быть, не очень осознанно. Ну, человек не всегда создаёт, но световые какие-то потоки, лампы, они всегда задают какой-то вектор этому движению. Я подумал про вот это движение сквозь этот пейзаж, чтобы оно возникло где-то внутри, и движение в глубину картины. Вот здесь слово «ушито» — это значит выход, итальянское слово. Ну, здесь есть какой-то парадокс визуальный. то есть, ушито она куда-то в сторону влево, а само пространство оно затягивает внутрь, оно направлено в центр. Это вот такой город, город-паук. Здесь появляется у нас такого сконструированного взгляда, то есть, как можно увидеть город сверху, или как можно увидеть эскалатор, но через какое-то отражение, чтобы частью самого изображения стал пейзаж, внутри которого находится эскалатор. То есть, может быть, он где-то отразился в каком-то стебле. То есть, это невозможно на самом деле ситуацию, но было интересно создать какое-то вот сложное пространство из разных элементов. Вот такая взлётная полоса. Как, наверное, её видит лётчик. Ночная дорога. Ну, здесь тоже сбиты перспективы, и очень понятно, как это всё. могу бы сойтись в какой-то точке. И вот такое движение глубина с большой скоростью. Интересно, что вот этот пейзаж, который фоном является для этого движения, он очень медленный. В нём какой-то есть постепенный переход одного валера в другой через какие-то вот там на вот тут нет четкой четкой структуры внутри. А поверх этого есть какое-то движение внутрь холста. Оно прорывает его. Оно очень быстрое. Ну, какой-то внутренний конфликт. Или вот ещё одно движение. Это эскалаторы, которые отразились в стекле. Эскалаторы одного аэропорта. Аэропорт Шар-Шар-де-Голь в Париже. Там очень интересно структурировано. Там три эскалатора, которые очень странным образом пересекаются в центре этого круглого здания аэропорта. Я сделал, как будто бы они отразились в стекле. Ну, и там почему-то всё время висела реклама в 7 раз быстрее. Ну, вот эти линии, они двигаются, наверное, в 7 раз быстрее лично. Пейзаж. Вот такой пейзаж. Пейзаж отражения, в котором теряется разница между тем, что отражается, и тем, что мы видим перед собой непосредственно. То есть всё отражение или всё превращается в какую-то абстрактную структуру. Ну, на самом деле это электричка пригородная обычно с красными сиденьями и какой-то пейзаж за окном. Ну, вот две работы. Движение по горизонтали. Это тоже движение, но вдоль картельной плоскости. Когда мы проезжаем и смотрим в боковое стекло на какой-то пейзаж, на какой-то пейзаж и на какой-то пейзаж растягивается. У меня был такой период, я жил два месяца в Париже и там продолжал эту серию, но мне хотелось найти ещё какие-то в Парижские микрорайоны. Вот там видно немножко фотографии на этом слайде. Я ходил, бродил по Парижским окраинам в поисках каких-то мотивов. Я даже сам не знал, что я ищу, но мне хотелось просто изучать вот эти Парижские окраины для того, чтобы что-то новое сделать. Потом я понял, что я ищу подмосковный пейзаж в этих Парижских окраинах. Я нигде его не мог найти. Что-то похожее очень близко я нашёл в пригороде Парижа в Критерии. Потом, во время этого пребывания, я познакомился с Леной Рокинской, второй художник Рокинского. Она рассказала, что они жили как раз в Критерии в тот момент, когда он писал свои пейзажи 90-х годов про Москву. Я не знаю, почему он выбрал именно Критей. Может быть, не потому, что там похожи на какие-то московские окраины, но было какое-то удивительное совпадение связанное с этим. Вот. Такой пейзаж из самолёта на высоте 11 километров. Пейзаж 4.33. 4 часа 23 минуты. Такой момент тишины. Ну да, понятно, что это посвящение Джону Кейнджу и его музыкальному произведению, в котором ничего не происходит. Здесь тоже ничего не происходит. Просто ожидание. Вот такое мультипространство из отражения. Я пытался представить себе вот это отражённое за собой пространство, в котором я сам растворяюсь. Ну вот, может быть, в одной из работ видно какой-то силуэт. Здесь он ещё и есть, но вдруг его уже нету. Исчез. На самом деле, ещё с эпохи Ренессанса, с... пространство, которое за спиной зрителей и пространство, которое перед... перед движущимся поездом. Это тоже небольшой формат вещи. Исчез. Не знаю, может быть, на конце всего показателя. Как хочешь. Я не знаю, какого ты тут пишешь. Ну, может быть, разъяснение, мы можем обсудить, что это... Ну, давай, давай. Передажим за стекло. Передажим за стекло? Да. Ты знаешь, мне бы хотелось начать сначала, да, когда ты показываешь свой детский автопортрет, у меня сразу возникает аллюзия того, как... как мы смотрим на картину. То есть, этот период я бы как раз определила как такой период твоей риски, да, с... когда ты предлагаешь смотреть... смотреть на изображение не только с точки зрения с точки зрения полиэкрана, где на самом деле того полиэкрана на самом деле ничего не происходит. Вот это вот постоянное восполнение, восполнение действий в различных... блоках, да, скажем, разделенных, ну, условно разделенных, да, геометрически, с некоторыми нарушениями, брешами, разрывами, но тем не менее, разрушение... разрушение этого... разрушение этого... насколько оно для тебя как изображение, которое уже подвержено какому-то... ну, какой-то коррозии, да, отсюда, отсюда, с моей точки зрения, да, отсюда обращение к Родченко, отсюда, вот, что мы продолжим, да, отсюда обращение к перспективе Ренессанса, и отсюда, обращение, собственно, к этому разрыву, где ты... куда ты помещаешь зрителя, и куда ты одновременно, это тоже интересный вот этот крен к обращению к персонажу, который, ну, который... который не содержит как будто внутренней истории, безусловно, потому что ты работаешь с пустым полеэкраном, с нулевым, да, состоянием полеэкрана, помещает этого персонажа вот в тех... тех портретах, но одновременно их, вот, с моей точки зрения, здесь уже, да, здесь включается другая тема, которая, не знаю, сколько она тебе близка, это такая тема... тема соцарта, да, это пространство, пространство, плоскость, пространство, пространство, плоскость, и между... в состоянии пространства, пространство, плоскость, ты помещаешь персонажа, который тоже, тоже всячески пытаешься, пытаешься стереть, всячески его, как бы, его, его историю, там, или его, или его, непосредственно присутствие нарушить, да, тем, что, ну, вытесняешь, вытесняешь его из картины. Ну, на самом деле, вот это очень интересная тема, пространство и плоскость, потому что, во время учебы, в Сульговском институте, как раз, одной из, таких, важных, важных вещей, было построение, пространство, как рельефа, на плоскости, то есть, это должен быть, какой-то рельеф, который всегда сохраняет, эту картинную плоскость, вот, в какой-то момент, я начал разрушать, то есть, я, вместо указания, на картинную плоскость, стал, указывать, на пространство, которое находится задней, и пространство, которое перед, то есть, помещать зрителей, в какой-то зазор, между двумя, вот этими пространствами, и при этом, мне кажется, очень важно, что зрители, не находят себя, в какой-то точке, вот, ренессансная перспектива, она всегда, уходящая в одну точку, внутри картины, она всегда указывает, на зрителя, всегда указывает, на того, кто смотрит, у него всегда есть, тут, какая-то правильная точка, перед этой картиной, ему надо, просто встать, напротив, пересечения этих линий, и это будет, единственно, правильная точка, для наблюдения, ренессансной картины, мне важно было, создать, вот эту точку, в которой, бы не было, самого субъекта, как бы указать, на его отсутствие, то есть, мы видим, какие-то линии, сокращающиеся в перспективу, видим что-то за персонажем, но не видим его отражения, он исчезает, мне важно было указать, на то, что субъект, сам субъект растворился, он не деформентировался, не в какие-то фрагменты превратился, а просто растворился, он исчез, вот эта тема исчезновения зрителя, исчезновения того, кто смотрит, меня почему-то до сих пор продолжает подоражить, вот, и, ну, мне кажется, она интересна, сама по себе, и картина, она, как вещь, которая имеет дело с плоскостью, она как раз может на это указать, может быть, в отличие от других медиа, в этом тоже есть, вот такая специфичность, картина, связанная с, с этой игрой, с плоскостью. То есть, она, так или иначе, восполняет это отсутствие, восполняет это обнуление, с которым ты работаешь в отношении зрителя, и в которой ты работаешь в отношении персонажа, потому что, как правило, твои работы не включают героя, ну, в смысле, не героя, а того, кто смотрит. Того, кто смотрит. На самом деле, включают, но, ну, как бы, с отрицательным знаком, то есть, подчеркиваю, что его нет. Того, кто наблюдает. Вот, наверное, так. Вот. Но, может быть, я покажу пейзажное стекло, потому что они, как раз, в общем-то, это... Сейчас выключу свет. Вот. Здесь реальные пейзажи, перед которыми я мысленно ставлю стекло, в котором что-то отражается, какое-то пространство. Ну, может быть, это какой-то офис, или магазин. Ну, вот это офис. Я нашел такое реальное место. Это был офис Deutsche Bank на каком-то, не знаю, двадцатом, двадцать пятом этаже небоскреба. Вот. И, в общем-то, это был почти пейзаж с натурой. И вот такой пейзаж, в котором воображаемая эта не статура, это придуманная конструкция. Васильев. Да, может быть, Васильев. Да, может быть, Васильев. На самом деле, я позаимствовал сам мотив из фотографии моего друга Саши Теребенина, питерского фотографа. Его немножко переработали, как-то получилась вот такая вещь. Ну, вот пара работ, которые на этой выставке. Но здесь уже появляется не какой-то пейзаж, а пейзаж места, с которым я связан. Где я живу, места, куда я хожу гулять, которые я вижу каждый день. Это уже западе Дегонина. Здесь немножко искаженный цвет. На самом деле, запад зеленый. Пейзаж, серый. И тем не менее. Вот. Переходим к проекту Дегонина. Ну, вот, на самом деле, выставка, которую я делал, я решил применить еще такой момент. Это был эксперимент. Засыпать все пространство выставочного зала искусственным снегом. Я не знаю, почему я это сделал именно так. Интуитивно мне хотелось затруднить движение зрителя по выставке. Хотелось, чтобы движение от картины к картине было медленным. Но я ловлю себя на том, что мне вообще хочется замедлить зрителя. заставить его долго смотреть на свои картины, погрузить в них. Может быть, большой формат отчасти объясняет это желание. Вот. И тут возник такой снег. Заснеженное поле. Ну, там были вот эти вещи. Это билборд. Рекламная конструкция. Вид снизу. П-44. Самая известная серия московских новостроек. На окраинах. Еще одна панелька. Вот такая окраина. Но я даже не знаю, что можно по этому поводу сказать. Кроме того, что здесь для меня важно было время. Какое-то долгое время вот этого вечера, этого момента. Даже не момента, а вот этого переживания. Вот здесь появляется дорога, которая строится. Сейчас она превратилась почти в хайвей, которые были на первых картинах, я показывал в виртуальных пейзажах. А когда их начали строить, это были такие кубики лего в снегу. Вот такие стражи. Если ехать по Амкаду вокруг Москвы, то, мне кажется, можно увидеть вот эти градирни. Ну, в частности, Капотни. Еще есть несколько таких больших ТЭЦ. Большие градирни, они, мне кажется, похожи на такие крепости, форты в большом городе. Вот так вот выглядел в экспозиции. На самом деле вот этот снег, который в картинах получился продолженным на полу. Это работа в Stonehenge. Я нашел реальный какой-то пейзаж в моем западном Дегунино. И его довел до такого абсурда. Поставил эти дома, как будто бы их построили таким кругом, как Stonehenge. Ну, на самом деле это место напоминает Stonehenge, но я чуть-чуть усугубил это ощущение. И там действительно есть такие большие пространства, которые я превратил вообще в тотальный простор. Появляются вот эти большие вещи. Появляется тема цветного сарая, который выявляется в этом пейзаже. Может быть, если представить себе пейзаж нулевых годов, что в нем такого, что делает его современным пейзажем, что его отличает от пейзажа, который видел тот же Васильев или Саврасов. То мне кажется, это прежде всего линейные передачи. Но линейные передачи возникли раньше, это не нулевые годы. А в нулевые годы появился цветной сарай. Это какие-то складские помещения, торговые центры, автосервисы, ну и прочая инфраструктура. Она всегда выглядит чужеродной внутри этого пейзажа. Я немножко подчеркиваю, это чужеродность этого элемента. Здесь я немножко фантазирую, не очень точно в цвете кадра. Я нашел реальный торговый центр в моем родном Держинске. Его чуть-чуть ярче раскрасил и перенес куда-то в поле, где бы он больше контрастировал с окружением, где бы он был еще более чужим, чем он выглядит в реальный пейзаж. На самом деле это страшная же, по сути, архитектура. Это какое-то недоразумение. Ну, на мой взгляд. Ну, мне это интересно, как какой-то феномен. По цвету красиво, да? Ну, оно по цвету немножко другое, холоднее. И появляется тема торгового центра. Ну, такой торговый центр, это не торговый центр, это какое-то помещение электростанции или еще чего-то. я реально нашла такое здание, которое похоже, как будто бы вы построили из кубиков лего. Взяли кубики и из них сделали в настоящем пейзаже такую игрушку. Я подумал, что это можно как-то было бы разбить. И вот Карина Караева делала замечательную выставку «Блок пространства отдан разуму», посвященная каким-то архитектурным темам, темам связанным с конструкцией. И вот у меня возникла там идея сделать инсталляцию. Это эскиз к трехмерной инсталляции из лего. Вот это реально как это получилось. Я написал такое большое заснеженное поле с линией электропередач и внутри построил такую структуру. А это на самом деле структура получилась как мобиль. То есть у нее не было окончательного, может быть, вида. Как бы можно было ее сфотографировать, как она выглядела. Она менялась, с каждого ракурса выглядела иначе. То есть это было нечто быстрое, нестабильное, подвижное в статичном пространстве. Ну вот здесь видно, как эта структура меняется. Ну и там если двигаться по выставочному залу, по небольшому, то возникал этот эффект пролакса, приводящий скульптуру в движение. Вот такой торговый центр. Ну, естественно, в статике являются картины с торговыми центрами, растворяющимися внутри пейзажа. Или не собравшимися, или растворяющимися. То есть у них какая-то нестабильная структура, которую я здесь сравниваю с компьютерной ошибкой, с глич. Как будто бы внутри реальности произошел какой-то сбой, вызвавший к жизни эти торговые центры. Это была выставка в галерее «Триумф» в прошлом году, где я показывал эти картины. Это строящееся здание одного нового производства, недалеко от моего родного города, которые сейчас облицованы как раз такими яркими панелями. Вот я его застал в момент строительства и вот так его облицевал сам. Вот еще несколько работ. Здесь, конечно, важно еще окружение. Получается, что вот этот объект, который появляется, он начинает подчеркивать не только свою несуразность, но и несуразность окружения того, что его окружает, этого пейзажа. То есть я показываю этот пейзаж через объект, не только объект через то, что его окружает, но и сам этот привычный пейзаж, его абсурдность через абсурдность этого объекта. Это родные химки, где я живу. Там тоже такие серии домов. И топи. Правда, сейчас эти топи уже застроены. На тот момент, когда я выбирался туда на пленэр, они были еще топами, но сейчас уже там какие-то заборы и новые строения. Вот еще этот торговый центр. Ночной пейзаж. А это район города Петербурга. Он называется Парнас. Это очень интересный район. Я даже слышал несколько социологических исследований. Был не так давно на лекции, посвященные исследованиям этого района. Вот. Потом не удержался и показал им вот этот слайд со своей живописи. У него была с собой флешка с изображением. Район этот стоит в чистом поле. Там какие-то невероятные ветра. И вокруг него вырастает эта инфраструктура каких-то автосервисов, какие-то сгубы там продают. Черт и что. Это ощущение неуютности и пустоты, которая окружает этот район. Но там чувствовалось острее всего. Может быть даже острее, чем в каких-то других местах. Еще один пейзаж. Он был на выставке метрогеография, которая прошла в Третьяковской галерее. И очень интересно, как его показали. Его включили в структуру всего зала благодаря тому, что завязали с этой горизонталью воображаемой линией горизонта. Эти пейзажи оказались завязаны со всем залом. И получился интересный эффект. Для того, чтобы увидеть эти работы, нужно было подняться на такую гору. Вот я как раз с нее сделал кадр с этой горы. И получился эффект, что эти пейзажи они таким образом стали расширяться, они расширились до совсем большого пространства. В этой же серии я сделал ремейк своей работы, которая здесь выставлена в этом зале, в соседнем зале. Это интерьер торгового центра с пейзажем уходящих в перспективу люминесцентных ламп. Но здесь я как бы применил глич. Здесь вот эти эскалаторные линии, которые в том пейзаже есть, в них произошел сбой. Они превратились в непонятно что. То есть это просто какая-то ошибка. испорченные изображения. Ну вот эта самая работа, которая послужила исконным материалом. Эту работу я показал в рамках инсталляции в 15-м году. Инсталляция называлась «Я покупаю, следовательно, я существую». Это оммаж художницы Барбары Крюгер, у которой была одноименная работа. Она была представлена вот таким образом. Это классическая схема, как у Джозефа Кошута, «Один и три стула». То есть это трехчастная композиция, в которой сама картина, банковская карта с этой картиной, напечатанная на ее поверхности, и распечатка с банковских счетов по этой карте за полгода. Вот так получилось, что у меня купили работы, и я положил деньги на карту, на которой почему-то, сам не знаю почему, я напечатал вот это изображение. Ну что же, как не торговый центр, можно поместить на банковскую карту. Мне показалось, что это как раз в тему. Я этой картой пользовался, и потом сделал вот такую инсталляцию, посвященную теме моей вовлеченности в рыночную экономику. То есть я как потребитель. Интересно, что картина здесь стоит на земле. Я сначала, конечно, хотел ее повесить на стену, чтобы она была равноправной с остальными участниками этой композиции. Но когда картина оказывается на стене, то она превращается во что-то большее. Интересный момент я обнаружил в тот момент, когда готовил эту инсталляцию, я понял, что картина, она больше чем просто изображение, чем просто какой-то одноправный элемент инсталляции. Поэтому я сознательно пошел на то, чтобы снизить ее статус. Снял ее со стены и оставил вот эту упаковочную пупырку, в которой я ее принес. Она стала чем-то более одноправным. Предметом. Какая-то у нее предметность возникла. Это было в рамках выставки Института проблем современного искусства, где я учился. Вот. И это была дипломная работа в этом институте программ современного искусства «Черный квадратик». Но понятно, что здесь речь идет о «Черном квадрате» Малевича, да. Работа выставлена так же, как она была выставлена в 2014 году на выставке, в «Красном угол», который занимает важное место для этой работы, как бы место, где должна быть икона. Это было прочитано современникам Малевича. Например, Бенуал очень возмущался. Он увидел в этом знак того, что что-то дьявольское, что как бы он помещает на место иконы, какое-то изображение, несообразное этого места. Вот. Но мне кажется, что здесь появилась еще одна тема. Тема другого. Другой, который, ну, с большой буквы другой, который был, может быть, какой-то метафизической силой для людей прошлого, он стал не субъективным. Он как бы потерял своего субъекта. То есть он превратился в чистое наблюдение, в такой тотальный панаптикон, где не просто кто-то наблюдает за всеми, а все наблюдают за всеми. И на самом деле непонятно, кто именно нас смотрит. То есть есть чистый акт смотрения без субъекта. Без субъекта мое смотрение. Есть просто акт этого взгляда, но нет его субъекта. Вот мне хотелось на этот момент указать, и, ну, наверное, эта работа обобщила как-то то, о чем были лекции в «Истутиправлений с военными искусствами», на части рассуждения о том, что случилось с субъектом в двадцатом и двадцатом веке. Вот. Это была инсталляция в прошлом году, которую я делал в рамках выставки «Военный музей». Эту выставку приурочили, ну, как-то согласовывали выставки, приурочили 9 мая, но кураторы сделали очень хитро, и выставка получилась не военной, а антимилитаристкой. Но я здесь сделал такую инсталляцию, которая мне как-то давно взревала. Я задумывался о том, откуда же берут вот эти военные конфликты, которые сейчас происходят. Это был пятнадцатый год, это был самый разгар войны в Украине, и я подумал, что, возможно, всё это где-то было, вот это предчувствие войны и то, что появилось, оно где-то всё время хранилось, и, возможно, где-то внутри орнаментов этих старых ковров, здесь трудно увидеть, но в орнамент ковра в плетеные такие зеленые человечки. Он очень такой изобильный, этот орнамент. Таким образом там выглядывают. Ковер такой югрецкий, как раз, югрецкий комбинат там. Да, их двенадцать или тренадцать этих человечков было. Но для подсказки я поставил такой детский танк рядом с креслом, который мог бы немножко, ну, как бы, подсказать. Но и сами обои, которые здесь есть, они тоже напоминают своей структурой камуфляж, камуфляжный орнамент. Ну и здесь, конечно, есть пульт телевизионный. Как же без этого? Вот. И тогда же появилась вот эта работа, называется «Сегодня рейсов нет», которая в соседнем зале. Это разрушенное здание Донецкого аэропорта. В прошлом году я нашел кадр, кадр с дрона. Это было видео, снятое с летающего вот этого коптера. Я много раз его пересматривал, восстанавливал и хотел найти вот эту точку, с которой было бы видно этот аэропорт. Я немножко перекомпоновал, чуть-чуть изменил композицию, но, в принципе, это тот же самый кадр, который я нашел в сети. Меня поразило то, что это здесь и сейчас, там по соседству живут дедушка с бабушкой моей жены в городе Мариуполь. И мы туда собирались полететь через этот аэропорт, который вот недавно сделали, построили. Он дом весь такой из сверкающей стекла. И вообразить, что это не 41-й год, а 2015-й, это как-то невозможно. Поэтому я прошел весь этот большой холст с маленькой кисточкой для того, чтобы, может быть, как-то убедить себя, что это здесь и сейчас, что это реально существует. Вот. Ну и вот последнее, что я хотел вам рассказать, это две маленькие работы для большого проекта, над которым я сейчас работаю. Проект будет посвящен истории моей семьи. Она примечательна тем, что все, кто там, все мои предки, родились в поселке, которого больше не существует, и работали на одних и тех же химических заводах. Я хотел как-то осмыслить эту историю, найти материалы архивные, соотнести эти материалы с тем, что рассказывает моя бабушка, мой папа, сделать по итогам фильм и большую выставку. Я продолжаю над этим работать, и первое, что я сделал, это такую серию доска почета. Она возникла из как раз вот этих изучения архивов. Я долгое время проводил в библиотеке имени Ленина, сидел с архивами заводских газет, мало тиражек, изучал, что там вообще пишут, хотел найти информацию про катастрофы, которые случались на этих химических заводах, выпускавших оружие. Довольно страшное место, оно было засекречено. Ничего я не нашел, ни про катастрофы, ни про какие-то истории, которые рассказывали мои бабушки. Зато нашел много портретов перед веков производства. И я обнаружил, что сам эти портреты, они не похожи на, в них нет реальных людей. Это какие-то стереотипы или, может быть, лица без конкретного, может быть, человека, который за этим портретом стоит. Были какие-то просто непропечатанные портреты. Были хорошо пропечатанные, но сама манера съемки, сама постановка и газетная печать отнимали у персонажей, который изображен, практически все. Он дематерализовался и превращался в такой вот след, может быть, свидетельствующий не о нем, не о том, кто здесь присутствовал, а о условиях, которые были вокруг оператора, о фотографии, технике съемки, о том, какой был принят стиль фотографии в то или иное время. Потому что у меня вот в этой серии есть портреты, сделанные в 30-х годах, в 60-х, в 50-х. Они очень сильно отличаются, сама манера съемки очень сильно меняется, меняется тип этого изображения и отношение к персонажу. Но это отдельная история, она говорит, надеюсь, когда-то к ней вернуться, когда буду показывать полноценный мой проект. И последнее, что я покажу, это «Территория народного ущерба», маленькая выставка, которую я показывал месяц назад в Галилее Беляево. Вот это была большая такая работа, которая изображает вид из космоса на шламонакопитель. Шламонакопитель – это большой резервуар, в котором накапливаются отходы химического производства. И в этой работе я его сравниваю с таким гигантским экраном, который как-то меняется, который как океан Солярис в себе содержит какие-то образы. Образы прошлого, образы того, что осталось, сами заводы превращаются в руины, от поселка не осталось и следа. Но вот остался этот большой шламонакопитель, который пахнет, который портит окружающую среду, и он вот таким образом виден из космоса. Ну и я начал с автопортрета Валентази, покажу несколько таких вот ироничных автопортретов, чтобы мой рассказ не показался слишком громоздким. Это вот такой автопортрет в лифте. У меня в доме лифт с зеркальным потолком, и я иногда вот таким образом себя наблюдаю. Вот еще такой автопортрет, который я написал для галереи Реатор. У них такая галерея автопортрета. Я знал, что его повесить куда-то наверху, потому что там ситуация такая, что устроена такая ситуация, лестничные проемы, и поднимаясь по лестнице, где-то наверху все время видишь какие-то изображения. Я вот так нелепо вставил свою голову, которая выгляживает откуда-то из-за края холста на идущих, поднимающихся снизу по лестнице. Вот. И еще такой автопортрет с полосканием горла. Долго болел. Вот. Полоскал всегда в ванной, и, конечно, там есть зеркало, в котором такой почти голландский почти Адриан Брауэр. Ну вот, наверное, все. Что я хотела вам показать? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, наверное, мы как-то перейдем в движим дискуссии, да, может, Карина как-то... Да, знаешь, я хотела бы дать комментарий вот этому твоему, условно говоря, второму блогу, потому что я думала в голове, как его обозвать так емко, однако мне кажется, что мы прагментируем. С одной стороны, ты обращаешься к как бы, к этому ситуации прагментирования, с моей точки зрения, да, вот в первых работах из этого блога, ты это показываешь, они так или иначе связаны с моей точки зрения, и отсюда идет крем, который я бы назвала, эту тему темой цифровой деконструкции, я объясню, что я имею в виду. Сначала ты идешь в некой фотографической практике, которая предполагает ракурсную съемку. Ты показываешь эти рекламные счеты, которые ты снимаешь, то есть, которые ты пишешь с той точки зрения, которая объясняет для меня, как обывателя, только фотографическое и фотографическое включение. Потом у тебя идут всевозможные изменения и крен в глич, то есть во внутреннюю деконструкцию картины, которая предполагает, опять же, вот это желание, с одной стороны, объединения, то есть такого странного патологического соединения этих полиэкранных изображений, но одновременно это цифровое нарушение, разрыв, означает для меня, несмотря на то, что ты применяешь зеркало, когда ты берешь вот эти вот условные решения, и ты его можешь как угодно объяснить, но для меня это является, опять же, вот этим монтажным принципом внутри картины. Этот монтажный принцип внутри консервы, картина, которая имеет прямые-прямые коннотации с эффектом, ну, со стадии, да, извините, с этой стадии, стадии зеркала. И еще что, о чем я хотела сказать в связи с твоими работами, это... Я крутилась головизм, мне сейчас... Хорошо, я продолжу в связи с твоими обращениями к этой индустриальной почве и попыткой ее... попыткой ее... попыткой ее разрушения, деконструирования и так далее. То, что для меня остается принципиально важным, и почему ты уходишь в концептуализм, и как это с твоей работой, когда ты объясняешь картину, ее реализацию в соответствующем медиа, и ее реализацию в соответствующем медиа, да, то есть идущая, опять же, через эффект демонстрации, демонстрации себя. И здесь возникает еще очень важная тема, о которой ты сказала, о которой я могу доносить только с той точки зрения, что я нахожу некие отсылки в концептуальном искусстве, когда ты говоришь о другом. Потому что система другого и система переключения себя и помещения, помещения этого другого в некий контекст, контекст культуры, в том числе контекст истории, когда ты показываешь работу Энхайли, связанную, с моей точки зрения, я не знаю, наверное, это и слышал о немецком художнике Геоли Вантовске, который делает очень интересное произведение. Это произведение «Горящего Берлина». Он помещает огромный холст, то есть на самом деле ковер, в посольство Германии, и производит очень странный перцептивный эффект. Это перцептивный эффект, то есть эффект восприятия. Связан с тем, что зритель, приходящий в пространство посольства Германии, понимает, что это ковер, ходит по нему, ни в коем случае не предполагает, что это может быть какое-то некое произведение искусства. Однако стоит ему подняться на некое возвышение, то есть подняться по лестнице и посмотреть на этот ковер, опять же, в системе перевернутого ракурса, в системе перевернутого ракурса представляет, что он видит ту самую воздушную съемку «Горящего Берлина». И когда ты показываешь работу с этими скрытыми солдатиками на липецком ковре, для меня это является тоже растянутым твоим пониманием концептуального искусства. И вдруг неожиданные плены и возвращение, опять же, с моей точки зрения, как этой нулевой степени фотографии, ты показываешь один из своих последних проектов с этой доской почета, где, собственно, несколько портретов превращаются в тотальный портрет, посвященный исчезновению истории, в том числе своей личной истории, хоть скоро она связана с переживанием себя внутри этого контекста тотальной катастрофы, которая, в частности, происходила на тех заводах, на которых работают твои родственники. И, собственно, выход, опять же, в эту киферовскую тему это меняет отдельная просто услада ума и услада зрения и последняя работа, которую ты показывал сейчас в Билетте. Потому что вот этот тотальный... И здесь еще один возникает эффект, здесь мы зацикливаемся в этом смысле, эффект, который вытесняет твой вуэризм, вытесняет предложение твоего вуэризма зрителю, когда ты, собственно, показываешь этот огромный, огромный холст, который можно рассматривать как, с моей точки зрения, как некое абстрактное полотно, и который одновременно не существует без авторской, авторской экспликации, связанной с системой, с системой некой конфликт, неких конфликтов, конфликтов, с одной стороны, индустриальных, с другой стороны, исторических, и с третьей стороны, личных, который... Он очень глубоко ковырен в почве, очень глубоко ковырен в личном состоянии художника. Это личное состояние художника, но, мне кажется, оно так или иначе освещает вообще всю твою художественную жестикуляцию. И, собственно, вообще жест тоже... Ну, это еще отдельная тема, я не знаю, что она интересная, не интересная, но, слушайте, отдельная тема поговорить про эту жестикуляцию. Да, и смешивая парадоксами для меня выход в концептуальную, в неожиданную концептуальную музыку. Ну, вот это интересный момент, то есть я сотронул. Я тоже думал, как я себя осмысляю перед холстом, как художник, что это такое, я, который пишет какой-то пейзаж или картину. И я поймал себя на том, что мне очень важно найти дистанцию. Чего это? Дистанцию, дистанцию от того, что я изображаю. Это должно быть какое-то очень большое расстояние до этого объекта. Я не знаю, почему, но вот это должно быть какое-то большое пространство, в которое я помещаю объект, в котором я сам растворяюсь и в котором меня как бы нет. Я тоже как бы показываю на свое отсутствие, когда я пишу эти пейзажи. И еще есть один момент, это взгляд, такой тоже сконструированный и связанный с фотографией, взгляд камеры в режиме таймлэйпс. То есть, когда камера делает с небольшим интервалом какие-то кадры, и потом все это показывается в ускоренном виде, и получается, что как бы пейзаж он начинает оживать. Но вот если снимать в этом режиме, то это получается такой очень медленный взгляд. Мне было бы интересно сконструировать именно такой взгляд. Хотел бы видеть все очень медленно, чтобы видеть какие-то небольшие происходящие в этом пейзаже изменения. Паша, а вот не очень не волнует тебя вот эта чрезмерная зависимость от фотоаппарата, от всего, что связано с другой технологией. Мы рисовали с натуры, и вот эта концептуальная, чрезмерная нагруженность в твоих рассуждениях и рассуждениях твоего... Аппонент, да. Аппонент, да. Чересчур много такой... Умозрительного. Умозрительного. Я хочу ходить за у меня, а потом подумал, что, наверное, это будет сказано чересчур. Нет, я сам, наверное, нормальный. Самый, самый. Может быть, понимаешь, вот все-таки достаточно ли вот такого, только лишь такого анализа, а может быть отдаться какой-то просто, ну, самый непосредственный, непосредственный ощущение. Вот когда ты говорил об этой поездке на Урал, это не в основе этого лежала проблема не повторения комбинатовского, а совсем другого, если ты помнишь. Я предполагал, что вот ты и Егор могли бы оказаться в такой ситуации, в какой оказались художники 30-х годов, которые пришли, в общем-то, ну, тот же Дремен, со своей абстракцией, со своими вообще абсолютно концептуальными вещами, очевидно совершенно, он пришел уже, это, короче, мысль не моя, а Васильцова Андрея, что авангард был крайне кратковременен, он абсолютно четко себя исчерпал. Поэтому он корот был, дул кратковременен, а не потому, что его запрещали, или запретили. И вдруг, и вдруг возможность, необходимость, вернее, всех этих ребят поехать на все эти струйки, потому что, в общем-то, им навязывали как бы это, и возвращение оттуда совершенно с новым багажом. Вот о чем. Понимаешь, вот, то есть, сам подход к такому образному, вот я, там, Голох, только что в Голохе, здесь, вот я вспоминаю ее работу «Катастрофа», не Жибрёнах, а какой-то Запорожец, врезался там, а? И тоже, там тоже все, вроде бы, она концептуально выстроена там, все это, все, там, но идет сигнал, невероятно, точный, совершенно сигнал. Вот я когда смотрю, пейзажи твои идеально выстроены, построены, блин, представь. Ну, ты знаешь, вот, я когда, я жил, жил, живу в деревне, и мне часто, в самом начале, когда я туда приехал, мне часто снились кошмары. Я, я, я спал, и вдруг видел, что вокруг деревни выстраиваются вот такие вот строения, которые у тебя нарисованы. Это было, я просто просыпался в ужасе. Это вот, шарик улетел. Лучишкин, шарик улетел, там в окошке повешенные висят. Вот в каждом окошке твоих оборудований поповешивал, чтобы, то есть, внести какой-то такой вот, знаешь, какой-то эмоциональный момент. Потому что, мне кажется, что чрезмерно развивал он. Вот у него, когда он стал делать, как говорит, универсамы, я думал, что он один раз сделает, он показывает еще универсамы, еще универсамы. И он прозевал за ними самое главное. То есть, если сейчас эти универсамы оторвать, а у него там мотивы-то вообще-то настоящие. И видно там, что он работал и чувствует. Да нет, да? Но он ведь занимался у этого, современного искусственного, как называется, нифертатум. Как его в профиле этот наш, Бакштейн? Кто знает классику кино? Он не у Бакштейна, он у меня учился шахтер. Нет, нет, подожди. Подожди, подожди, у тебя-то он учился, а он вот сейчас, он говорит, что... Нет, ну, подожди, я сейчас закончу, но и умеет. В этом отношении, в этом отношении, Паш, мне очень нравится вот эта штука, вот шахтер, взорванный этот самый, аэропорт. Вот тут я вдруг почувствовал сигнал вот такого, какого-то, какого-то, какого-то эмоционального заряда. Я думаю, что все-таки при всех концептуальных построениях, очевидно, все-таки эмоциональное начало нужно сохранять. Отсюда, вот когда это немножечко снижается, вот это вот эмоциональное начало, твои пейзажи становятся немножечко придуманными, мертвыми. Вот, вот у меня какое ощущение, вот единственное, что бы мне хотелось бы в дальнейшем, и вот в этом отношении, я считаю, что до сих пор, я считаю, что это самый гениальный холст-поль, он, наверное, очень, плохо очень воспроизведен у тебя тут, вот этот вот копш или какая-то штука, которую ты писал на этой самой, на гигантской этой, под мозаику, вот этот, он мощный вообще, там тоже какой-то образ. Он воздавлял в академию, по-моему. В академию, да, помнишь, большой дом. Конечно, я обом. Прекрасная была. Идеальная работа была. Он, кстати, еще с одним пальцем, да? Да, Егор Плотник. Да, 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 да. Он мне очень тогда понравился. Егор Плотник. Мне очень понравился. В общем, между прочим, мне хочется, что... И мои тоже. Потому что жилка сама по себе, она все-таки возникла как вечно эмоционально. Ну, безусловно. Вечно, как вечно эмоционально. И исключать этот момент эмоционально из холста, очевидно, все-таки не совсем. Гениально, Ваше Калу, я бы тоже добавил, если можно? Да, добавил. Значит, вот это вот, о чем Палдерс говорит, это вот самый важный момент. Вот представьте себе, что сейчас это очень современно, и вы живете сейчас все. Прошло буквально пять лет, и мы не узнаем. Будем смотреть, знаете, как вот фильмы есть, художественный фильм, а время не обозначено. Ну, вот какой-то... Ну, знаете, костюмный фильм, или еще какой-то. Я эти фильмы сразу не смотрю, выбрасываю все. Мне интересны те фильмы, которые, скажем, 43-й год снят, про 43-й год. Там есть приметы вот этого самого главного... Мы даже не знаем, в чем там дело. Вот этого самого главного, что у вас в картинах, этого, правильно говорит, потеряно многое. Вот там прямо такой мотив. Мне, для меня, я художник города, и я это не то, что начинал, но... Нет, я хочу... Мне понятно, вы должны знать мою работу. Значит, там вот этот вот идет мотив этого нового родина. Удивительно точно все. Как только к нему приклеено. Это у вас этот Нефераку научил. Ей-богу. Кто? Нефераку? Как правильно? Нет. Нефераку. Вот такой есть Бакштейн. Нет, это Бакштейн, наверное, Супераку. Да, Бакштейн. Нет, Фантом. Фантом. Вы знаете что, там вот несколько... Можно было это, у него сам все, но не надо доводить до истерики, глупости. Потому что те самые мотивы, которые сделаны, действительно, которые вы видите, действительно, в этом поле, этот новый район, это вот все, ну куда не поедешь, там Бутово, Южный Бутово. Я всегда жил в центре, но мне тоже это страшно интересно. И это самодостаточное, понимаете. Вот у вас там есть один момент, где включен вот этот универсал, как бы взят отдельно и все. И вы говорите о том, о глупости нашей архитектуры. Вот это очень точно. Вот он включен, действительно, архитекторы идиоты. Вы посмотрите на наш московский сити. Вы же бывали, вы же тоже бывали в Америке. Вы посмотрите, как построен Сан-Франциско. Как сделано, какими умными людьми сделаны эти небоскребы. Как это тонко, как это изящно. Если даже какой-то там колоннады где-то там, наверное. И какие дебилы строили наш сити. Вы когда едете по Калининскому проспекту вниз, к мосту, вы видите, что никогда уже пейзаж гостиницы Украина не возродится. Пока не снесут это дерьмо. И поэтому, вот там, где вы в чистом поле ставите этого урода, я это понимаю. Но в Москве много, на самом деле. Да, нет, я это понимаю. Но когда мотив уже сам по себе сделан. Скажем, у нас здание МИДа, на которое мы смотрим с другой стороны реки, от гостиницы Украины. Он флотирует с двумя, по-моему, золотой кольцом. Да, да, да. Ну, это раньше были Будапешт или как это было? Два здания. Были два здания. Невероятная какая-то глупость, такое решение. А почему? А в этом диагнозе есть свой тоже ход. Почему? Но он же выше, это должен... Ну, не знаю. Дома падают с неба. Не знаю. А когда был маленький, при мне строили Красковородский высотный дом. Но я этого не помню. Какие-то события во дворе я помню. А это был такой огромный. Огромный, я его не помню. А потом уже, когда я вырос, я вижу, слушайте, какая вообще вещь. Вот, поэтому то, что вы делаете, еще раз хочу подчеркнуть, надо что-то зацепиться за время. Самое главное в ваших картинках, если хотите, чтобы что-то осталось. Я просто по опыту, я человек уже старый, я знаю, мы с Пашей Ролисовичем, по опыту знаю, что ваши картины возьмут в последующей выставке, 40 лет им будет, если там будут, какие-то моменты, которые вы вытащите отсюда, которые вы увидите только вы сами. Вот что-то такое, какая-то деталь, какой-то там, я не знаю, кусочек, это будет, как только будут общие места, а у вас много таких картин, общих мест, это будет все пустой. Что бы ни говорили искусствоведы умными словами, они, в общем, слова пустые. Потому что возвращаться, вот только Паша вам точно и сказал, что действительно, если будет вот такой живой момент, то и будет у этой картины дальнейшая жизнь, и будет существовать это, и будут говорить, ах, все говорят, все знают, вас уже там, если я пришел, мне прислали электронные, вы же меня не звали, а я пришел, то есть это серьезно. То есть люди к вам приходят просто в садку смотреть, а, но они хотят видеть что-то такое, вот, прямо от этого времени, вы там пишите, 16-й год, что-то такое найти от 16-го года. Вот, ты, я очень с вами согласен, от 16-го года. Вот, как раз это и было в основе вот этой серии внутренней дефонии, когда я начинала на дне работы, мне хотелось показать именно наше время, то есть не только какой-то пейзаж, который связывает нас с тем, что у нас сейчас, мне понравилось, да, и переход к этому пейзажу, он был как раз таким интересом к тому, что вокруг, и что происходит в настоящий момент, потому что до этого, вот это был мионный пейзаж, какие-то отражения, это было больно у нас, и для отражения тоже мне нравится, вот мне только единственное, вот с придуманными универсалами, да, это может быть, но они уводят нас, какие-то, я не знаю, отвлекают от всех. Нет, они не отвлекают, они немножко ее усугубляют, вы считаете, да? Да, я считаю, что нужно немножко довести... Но в целом, я вас очень поддерживаю, я считаю вас большим своим последователем, чем Пашин, хотя он вас учил, он вас учил, он вас... Я вижу его даже, вот там, братик вижу, там его этот цвет, его там вот эти просветы, и это все его. Я видел живописи... Чего ты фантазируешь? Не-не-не, а вот он ранее показывал. Я вообще хочу сказать, Паш, ты не прав, что ты случайно попал. Ты не случайно попал. В Горьковой поехала Екатерина... Да, Райса Ивановна. Райса Ивановна, а потом она приехала и сказала, что вот есть парень, который... А у нас она была возможность брать без экзаменуса, и мы сразу... Она посмотрела на диплом, кстати, и... Сказала, ну да, мы точно... А вы, кстати, должны еще Пашу вообще на руках носить... Вы посмотрите, выпускники были такой... Моисеенко... Вообще ли играться называется? В мыльном угаре. Они выпускались все точно так, как делал там их мастера. Их было три. И они... Я монгола видел, который как Моисеенко пишет. И он такой Моисеенко, он уверен, совершенно глаза на лбу. И он это и делает Моисеенко. К сожалению. Вот. А этот мыло, так мыло и делают. Поэтому вы учились у Паши, а делаете такие вещи. Это вообще-то... Вот, да. Вот, да. Вот там Назаренко преподавал. Тоже какую-то фигню выпускают там вообще. Что это такое? Посмотрел. Как больно. Не, ну что это там делать? Ну что? Блядь, это все-таки очень важный вопрос. Когда преподаватель, действительное имя, и он позвонит вам работать. Ну, ладно. Я вас полностью поддерживаю. Какой преподаватель, он где-то остается внутри. Долгое время он... Очень свяжу за вашей деятельностью. Мне там, кстати... Потому что какая-то полемика с моим профессором есть. Она происходит, наверное, до сих пор. Как бы... Все поругают, а мне там снег рассыпанный страшно понравился. Все меня осудят. Ну и не знают. Да, конечно. Все мне развязываются. Снег рассыпанный, я говорю, на полу мне страшно понравился. Все мне понравилось. Очень интересно. Да, пожалуйста. Да, я скажу со стороны зрителя, но мне кажется, что в ваших картинках очень много жизни. Очень много жизни для меня. И она чувствуется вот в свечении, которое как бы практически во всех работах заметно. И мне кажется, что как бы это свечение, оно дает какую-то вибрацию. Вот у вас есть какой-то метод, как вы над этим работаете? Насколько это для вас важно? Или... Ну, я не знаю. Я как-то специально не работаю на тему свечения. Но сам холст белый, когда он стоит передо мной, он уже свет, по сути, белый. Это свет, который идет на меня. И, конечно же, когда я кладу какую-то краску, я кладу не просто на поверхность. Я кладу ее в этот светящийся какой-то, может быть, зыбкий светящийся пространство. Вот ему создает какой-то образ. То есть, наверное, вот эта память белого холста, может быть, и так. Не знаю. Я не склонен в этом виде что-то мистическое. Какое-то... Ну, не мистическое, а, может быть, какой-то... Прямо осознанный метод. Не знаю, как там свечение уродка, которое создавалось определенным образом. Но уродка, мне кажется, это такое пространство, это такой пейзаж, в который можно войти без посредника. Без рамы и без персонажа, который там изображен. Это просто чистый такой вот цветовой пейзаж пустой, в котором можно присутствовать. Картина для присутствия внутри. Ну и, конечно же, там идет свет какой-то. Наверное, там вот эта краска, она превращается в какую-то световую структуру. За счет того, что там есть какой-то темный, который видевает светлые пятна. То есть, наверное, она как-то так устроена. Еще там всегда есть какие-то края, которые всегда темнее, чем то, что изображено в середине, чем вот эти пятна, которые работают. То есть, всегда есть какой-то край у холста. Он всегда о нем думает и помнит. И, может быть, это позволяет как-то погружаться, делает это пространство в работу Родко таким немножко сферическим. Не знаю, я так не делаю. У меня нет вот таких выраженных краев. У меня всегда края как-то заканчиваются жестко. Я никогда их не увожу в какую-то полутень, как-то их специально не фиксирую. Тема света меня вот занимала в нем моем пейзаже. Я как раз думал о том, что это другая природа вот этого нового света. Это люминесцентный свет, который просто все заполняет, который не дает теней, который рассеянный. Это свет другой природы, в котором еще не нашлось своего живописца. Может быть, если вспомнить историю искусства, то свет свечей, свет огня. Он, например, прекрасно выражен в работах Рембрандта или Жоржа Далатура. То есть это свет, который собирается вокруг себя, как-то структурирует вокруг центральной точки композицию. А это совсем другая, может быть, ситуация вот этого рассеянного электрического света, который заполняет сейчас все общественные пространства. Ну, я вот думал в этом ключе о свете. Наверное, не в том, чтобы из холстов какой-то света, скорее. Меня интересовало именно как его природа. Ну, света. Спасибо. Знаете, у меня комментарий. Он немножко солидантский. Но дело в том, что у меня есть подруга. Она с художником не имеет вообще ничего отношения. Она даже дает английский язык и живет в какой каши. И всю жизнь она смотрит на эти трубы и мечтает о том, что она их нарисует. И она пошла учиться в художественном студии. То есть она пишет, как коровин, подписывает мне коровин. И она говорит, я очень хочу вот эти вот трубы запечатлеть. Потому что они меня дико вдохновляют. Я их обожаю. Мне вот неинтересно. Культура морда, там еще что-то. Трубы и дым. Я просто завороженно смотрю на вот этот вот сказочный дым. Вот так отсюда. Закат. Трубы. Рассвет. Трубы. Дождь. Трубы. Зима. Трубы. Трубы. То есть вот человек, который просто вот это часть ее жизни. Вот. И теперь она вот увидит, что это сделали мы за нее. Ну, я ей сообщил. Вас обижали. Ну да. Собственно, другу такая же часть реальности, как, не знаю, как береза или как река. То есть можно так же, понимаете, смотреть за уроженной. Ну, да. Просто вот это видение человека, который, как говорится, да, в Дегунина же собрасывает, да. То есть что наши пейзажи, они просто на сетчатке вообще трудились совершенно. То есть мы видим вот это, и вот это нас завораживает. Мы не видим сосульки там, какие-то проталины, как еще что-то, да. То есть мы видим трубы, дым из них тут вообще. Это вызывает. Да. Я сам с удовольствием смотрю на эти трубы. Потому что не знаю, как это выразить и что с этим сделать. Это не такая красота, что может быть даже слишком красиво. Слишком красиво. Слишком красиво. Паша, что будет дальше? Вот дальше будет серия, о которой я сказал в конце. Изнутри. Там были как раз вот эти портреты и вид из космоса. Дальше будут заводы, поселок и истории разные интересные. Очень-очень с высоты. Ну нет, и не только с высоты где-то. лицом лицом лицом. Березки будут. Березки? Да. Будут. Будут березки. Они уже есть. Да. Но в необычном месте. Чтобы заинтриговать. Это был трейлер. Не там у тебя непривычные. Понятно. Где вы их привыкли искать. Да. Но будут. Обязательно. Как же. Березки. Да. Еще по поводу вот фотографии. Отношения к фотографии. Я от меня ответил, потому что Андрей перебил. Вот. И у Андрея, кстати, тоже есть вот это использование фотографии и фотографическая вот эта, ну вот медиумная фотография как бы входит в живопись. Вот. И у меня тоже фотография часть работы. И я пользуюсь фотографиями, делаю много снимков. Мне кажется, что это такая же, такая же натура, как и то, что мы видим. Может быть, в 50-е, 60-е годы это было по-другому, когда не было такого количества изображений, когда у каждого в кармане не лежала камера. Сейчас мы живем просто в таком пространстве, заполненном прямоугольными какими-то вот изображениями фотографическими. Поэтому я им пользуюсь точно так же, как и натурой. Я считаю это таким же, такой же натурой, как и саму натурой. Фотографический изображение. Сейчас суреверная фотография, сейчас чаще всего хорошая, в общем. Она подсказывает решение. Вот этот вот дает, вот это вот не очень хорошо. не натурой подсказывает, не натурой, а именно фотография. Это ведь тоже отсюда зависимость. Решение должно приходить вне зависимости от фотографий. Получается, как подсказка. Да откуда бы ни пришло, хорошо, что оно пришло. Что же плохого, что оно через фотографию пришло. Все равно решение есть до того, как ты делаешь фотографию. Но это чужое решение. Ну почему чужое? Чужое же, потому что фотография это уже сделана кем-то, кем-то уже какой-то образом. Вот, кстати, интересный момент вот этого своего чужого. Это ведь как бы тоже указывает на субъект, о чем я говорил. То есть указание на художника. А я как раз, может быть, и растворяюсь как художник, исчезаю как персонаж, который это делает, может быть. Это тоже характеризует меня, как человека нашего времени, растворенного в космосе этих образов, изображений. Да. Хочу четко держать, Паша, потому что знания происходят то же самое. И со мной, с Егором, ты тем же сам практически занимаешься, что и Паша. Я не знаю, но я не уверен, что это хорошо. Что сделаешь? Может быть, это плохо. Но это такой процесс, который неизбежен. Я его вот таким образом переживаю в себе. Я начинаю видеть просто через какой-то кадр, через фотографический, кинокадр, реальность. Она, сама реальность изменилась. Я ее уже не вижу такой, какой, может быть, видели ее вы, или какой я ее видел в 90-е годы, когда ходил там. Это все верно. Но возникает другая опасность. Возникает стереотип. Ты понимаешь, какая вещь? Не свое собственное, а все-таки стереотип. Правильно, правильно ты говоришь, что и всюду просматривается сейчас определенный стереотип. С ним можно соглашаться, можно нет. Но мне так кажется, что художники в этом-то известно свое предлагают видение. А тут все-таки, хочешь-не хочешь, стереотип возникает. Нет, это вообще нет. А вот это тоже может быть какой-то задача для художника. Создать стереотип, создать... Ну, Паша, нет, это Лукас. Почему? Нет, не знаю. Нескренне это говорю. Создать какой-то стереотип, связанный с настоящим временем. Ну, ведь стереотип был и в 60-е, в 50-е. Помните, вы говорили, что в 50-е было засилье стереотипа? Нет, было, да. Стараюсь уйти от этого. Ну, вот это может быть и было и ошибкой в те годы, попытка уйти от этого. Как раз, может быть, и надо было идти в глубь стереотипа. Вот что сделают художники, например, Комара Меламид, когда они пользовались этими стереотипами для того, чтобы рефлексировать на той реальности, которая окружала тебя. Никто не хотел замечать эти плакаты, эти лозунги, которыми было заполнено и вся Москва, и всеми больших городах. Ну, да. Там Булатов, Комар Меламид. Они, наоборот, шили к этому. Они пытались осмыслить эту реальность. Она была, конечно, осмысленной через стереотип. Они этот стереотип реализовали. И теперь мы, когда смотрим, обращаясь к этому прошлому, мы, естественно, видим через те стереотипы, которые были созданы в искусстве. Поэтому, может быть, в этом тоже, может быть, задача художника и стереотипа. Можно сказать, Павел, потому что я очень ценю тебя как живописца. Понимаешь, что он, короче, заняться твоей первой вот вещью, как раньше, ты действительно обладаешь таким божественным даром на тонкого цвета. Построение, сочетание, пространство. И вот это качество, которое достаточно редкое. Понимаешь? Я не зря говорю, что тебя нашли и пригласили даже в Москву, потому что у тебя это было давное, как божий дар, понимаете, как откровение. И вот сейчас, когда ты уходишь немножко, идешь за фотоприемами, понимаешь, что вот это немножко у тебя улетучивается. Понимаешь? Вот это качество, которое великолепно, теряется. То есть я бы, мое пожелание, мое желание, чтобы ты вот это качество сохранял, понимаешь? При всей концептуальности, подходе в новом состоянии пространстве, вот качество цвета, вот ценность такая была не утрачена. Понимаешь? Ты вот о ней не забывал. Но вот это для меня что-то, безусловно, можно выжачиваться. Потому что надо чем-то жертвовать. Вот эти места жертвы. Так что это редкость, понимаешь? Мне кажется... Не всегда художник даже волен как бы выбрать, чем пожертвовать. Это целое, может быть... Художник может быть производный, не столько он сам, а сколько какое-то его окружение делает его самого. И его, может быть, взгляд, он не столько внутренний, сколько взгляд сформированный всей этой системой. Поэтому, может быть, я не властен там как-то удержать какие-то живописные качества, которые когда-то были. И что сделаешь, если они исчезнут, как-то растворятся? Ну, появятся какие-то другие качества. Ой, Паша, от этого не так легко избавиться, как хотелось бы. Ну, от чего-то, может быть, и хочется избавиться, я не знаю. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы живописи она превратилась в такую... вмозрительную совсем такую конструкцию цветовых пятен. Потому что она содержала в себе еще что-то, еще какую-то эмоцию, какое-то переживание тонкое. Но я не знаю, что с этим будет дальше. Потому что я не в силах удержать те процессы, которые происходят в моей живописи. Главное, что что-то развивается, появляются какие-то новые проблемы. Все меняется. Вам надо на море посмотреть. На море? Ага. Смотрю. Что взял? Где ты? Да. А куда? Может быть, Греция? Да. А море? Нет, просто если вы хотите дайте торговый центр... Мне кажется, я таким талантливым... Хотел бы вот такой вопрос. Есть такой момент, наверное, вот о чем, Павел Ильич, может быть, я как от него вспомнил. То, что современные художники и вообще современное вот мышление... И причем, мне кажется, это очень видно именно в художниках. То, что мышление, сама работа становится немножко такой, как бы, клиповым. Да, но это такая сейчас тематика проходит в современном, по крайней мере, поколении. Клиповым. И то, что композиция, вот именно которая, может быть, была во времена как раз наших педагогов, она сейчас перестает быть именно такой, о чем говорили в свое время они. Мы сейчас примерно переходим в такой вот... В... Как это уже... То есть... Работа, произведение художника становится таким, как бы, кадром. Ну, как вот, когда кино создается, существует раскадровка. И композиция, наверное, сейчас обретает художника в картинах, вот именно... Нет, я не боюсь, что у тебя вообще... Такая микроса. Проблематика сейчас существует. И поэтому, может быть, полтора раз говорю про то, что вот используем фотоаппараты, как раз оно и древнее плохое. Может быть, это так? Но, может быть, как раз нет. Я вот стараюсь, наоборот, уйти от клиповости. Клиповость – это ускоренное, может быть, какая-то ускоренная эмоция, ускоренное изображение. То есть, клиповым – это картинка. Я как раз хотел бы сделать не картинку, а картину. Как раз анти-клиповость. Хотел бы создать изображение, в котором было бы много времени, которое содержало бы в себе какую-то долготуру. Не фрагментальность, а вот именно вот какое-то вот это пространство, да? Вот тут интересный есть момент. Я бы хотел сохранить какую-то фрагментальность и вот этот взгляд, который мы смотрим, похватывающий какой-то фрагмент, и поместить это в какое-то очень долгое время. То есть, обязательно должен быть вот этот конфликт. Конфликт вот этого маленького фрагмента и большого пространства. Может быть, ты видел, у меня есть какие-то работы, где я просто совмещаю там какой-нибудь травела, входящий в пространство, и даю какой-то большой фон. Или то, чтобы это пространство появится как-то? Я его расширяю таким-то образом, даю ему какое-то большое временное глубину. И внутри создаю вот этот фрагмент. Растягиваешь? Да, я растягиваю. Согласись, как бы, для того, чтобы создание картели, как бы, произведения, да, вот, композиционного, зачастую вот не хватает, как бы, да, вот этого. И как раз вот ты этим стремишься, решаешь это таким, как раз, методом. И, ну, просто говоря о том, что вот как раз жалко, ну, зачастую сейчас, может быть, это лично мое такое, как бы, ну, видение, или, может быть, я так, как бы, к этому привожу к тому, что, ну, вот, в композиции постепенно все сломается, ну, там. Ну, здорово, то, что, мне кажется, ну, как раз пересадите, ну, как именно. Ну, вот, фрагментарность, вот, на выставке Коржева я обнаружил то, что человек мыслит кинокадром, строит произведение, как кадр из фильма. Ну, это же более поздние, да, наверное, вещи? Нет, начиная с самых первых вещей, там, 50-х годов у него «Влюбленные». Эта вещь, она написана по мотивам из неориалистского кино итальянского. Он просто, как бы, переработал кадр. Или, например, у него, вот, поднимающие знамя. Это просто движение какой-то камеры, которое выхватило вот в широкоформатном формате, вот, в большом формате, какие-то фрагменты движущиеся камеры. Это не донсель, это, конечно, не все фрагментарные, как и бизнес. Ну, это на многих очень повлияло, вот эта, как бы, эстетика кино, кинокадра. Но ничего там, наверное, плохого нет, это тоже свое время и неизбежно какие-то. Другие медиа влияют на живопись, они в нее входят и сами влияют на кино, на то же, там, на инсталляцию, превращаются одно в другое. Естественный процесс. Внутри кадрового монтажа. Внутри кадрового монтажа. Внутри кадрового монтажа. Предполагает развитие компании. Да. Вот это тоже очень важно. Внутри кадрового монтажа. Это тоже, и картинные тоже в том числе, проблемы. Кстати, я вспомнил, Пал Федорович, вот когда вы говорили о картине, это очень важно. Вы, я помню, сказали такую фразу, что картина – это увиденное под углом 180 градусов. То есть это не какая-то там часть, фрагмент, а это увиденное. Я вот запомнил, это для меня важный такой момент. Об этом часто думаю. Как бы мне тоже хочется увидеть вот как-то таким широким взглядом. Может быть, это тоже как-то объясняет большие форматы холстов и большое количество фанов в них. Как бы я топлю внутри вот этого большого пространства какой-то объект или какой-то поток, какой-то вот этот образ, который взят из связанных даже с фотографией и еще с каким-то другим современным медиа, с видео. Я иногда, например, записываю видео. И когда рисун, я смотрю какой-то, какой-то видеоряд. Не фото, а видео. Потому что это меняется. А вот легко с больших на малых форматов тебе дается или как-то это проблематично? То есть когда пишешь большой, а потом, допустим, на малых. Это очень сложно. Я вообще с маленькими форматами мучаюсь больше чем. Больше чем. То есть большие, как бы они ложатся, они рождаются быстрее, да? Ну да, как-то проще. Я чувствую большой формат. Маленький я не знаю, насколько он должен быть откадрирован, как вообще на него смотреть. Маленький формат он как-то на себя акцентирует внимание, он составляет в себя как-то, втягивается, втягивает внимание как в точку. Поэтому как работать с пространством маленького формата для меня до сих пор большая проблема. Ну вот именно такой, как профессионально интересный, потому что когда вот как вот... Маленький формат еще тяжелого. А ты вот, допустим, вот, вот решаешь себе по поводу. Она идет или она как бы такая, как бы, эта тематика слывает на протяжении двух-трех лет как бы? Она родилась и как бы нерва. Ее был какой-то плюс свой. Я сделал их, эти портеты. И, наверное, это плохо. Мне кажется, что надо нажимать из тему больше. Как бы ее продолжать делать, вести. Это должно быть не, там, пять работ, а пятьдесят. Наверное. Но мне не хватает терпения. Я не могу. Меня захватывает какие-то другие. Другой что-то. Да. Я не могу так долго работать над одной серией. У тебя мастерская так кончится. Ну да, мастерская так кончается. Все забыто. Но вот сейчас как-то освободилось. В настоящий момент куда-то все разъехалось. Давайте, господа, поблагодарим Пашу за сегодняшний вечер и за великолепный выстав и за разговор. Спасибо. Кстати, меня напомнил прекрасные 70-е, 60-е годы, когда каждая выставка, каждая выставка кончалась обсуждением, перебранкой, иногда и оплеухами, о чем-то. Но всегда это было на уровне высокой идеи. Так что, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Высокое искусство. Молодец. Спасибо. 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 Red害. Идеи. Какой-то. Высокое искусство. Теперь albo избирайте отよろしく 결과rica в других ситуациях. Вообще. Ради на Multipợсе.